всем привет вы на канале перна тикс life в общем птички в переноске мы сейчас были на рентгене мы сейчас находимся в другом городе делали цифровой рентген кто не следит за нашими постами соцсетями скажу что тоже больше нет тоша умер 1 октября я немного погодя расскажу что произошло вот свои мысли по этому поводу но тогда когда я смогу об этом более спокойно говорить до этого мы как бы проходили проф рентген и делали обращались помните были некоторые проблемы у тоши когда я вывозила на внеплановый рентген мы общались специалистам консультировались причем одним из тех которых вроде как рекомендуют но теперь в общем погодя и наблюдаясь у другого специалиста я решила проверить всех птиц так как я засомневалась в его компетенции вот так как когда я возила тошу когда я видела что с ним что-то не то и повезла вместе с пони у пони тоже сделали рентген вернее мы сделали и я могу сказать что там нашли тоже некоторые проблемы вот специалисты в общем сказала ну да обследовать и вот этих как бы заново так как если это какие-то болезни которые передаются то скорее всего если птицы живут в одной комнате то если находят у одной птицы очень большая вероятность что такую же инфекцию могут найти и у всех остальных птиц но не сто процентов но скорее всего так что мы тут сделали рентген сидим в машине ждем когда вернутся мои родственники которые тоже поехали вернее я приехала с ними за компанию не поехали по делам и я в общем на хвост им села потому что в машине намного удобнее нежели попугаю ввести автобусом воробишки меньше переноски их проще это переноска немного как бы побольше и не совсем комфортно и увозить но в принципе нормально ты как до самой больницы я добиралась автобусы мне довезли высадили люди поехали по своим делам я на автобусе ехала в принципе все нормально переноска закутанная была в плед которым я их накрываю и в пакет сумка никакую не поместилась поэтому большой пакет почему закутала потому что утром было плюс четыре градуса было достаточно прохладно сейчас наводится где-то плюс четырнадцать-пятнадцать поэтому уже как бы раскрыла светло они кушают я им тут водички поставила и колосок чумизы прицепила что я не кушали они конечно были в шоке от того что произошло вот потому что забыли как это делается ну бонифаций меня даже я не знаю вот тут видно тут покусана и немножко поцарапанная несмотря на то что я брала вот такие вот садовые прорезиненные перчатки он умудрился и меня через них прокусить кстати яся нет яся немного прикусывает но не кусает поэтому с ней проще а этот прям кусается до крови до такой степени что уж больно но пришлось терпеть поэтому мы сейчас ждем когда вернутся люди и мы поедем домой в свой привычный дом потому что они начинают нервничать и не понимают что происходит это для них стресс кто-то мне говорил о я боюсь вести птичку потому что это стресс но знаете стресс он пройдет болезни ваша у птички она сама не пройдет вот я много-много раз говорила что птицы болеют бессимптомные могут болеть годами это что произошло в 106 скорее всего предыдущий доктор который смотрел он либо не увидел на такой мелкой птицы каких-то проблем либо знаете как сделал консультацию консультировал на тяп-ляп поэтому чтобы не допустить повторение такой ситуации мы в общем нашли другого врача который консультирует нас онлайн отсылаем ему рентгены и будем отсылать ему анализы и смотреть вообще что происходит с птицами насколько они здоровы ну как говорят врачи что дома птицы они скажем так условно здоровы потому что домашних условиях птица никогда не будет абсолютно здорово так как мы никогда не сможем создать ей такую нагрузку как в природе а нет нагрузки у птицы и слабеет иммунитет и цепляются разные болячки в общем вот так но опять же на вопросы такие некоторые мысли почему же что случилось тошек все равно все возвращается к тоше вы же так хорошо содержали его и так далее что же могло произойти ну скажем так мы не живем в стерильном мире мы не живем в вакууме бактерии вирусы все это находится вокруг нас и к сожалению цепляется как к людям так и к животным поэтому профилактика обследования это вот залог успеха на банифальчик и моя птичка он так нервничал он так хотел иру покусать здравствуйте да ты мои за и они тут бедные 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 тут в этой переноске но это как бы клетка есть решечка на дне но я ее обмотала бумажными полотенцами чтобы им было удобней есть там вообще что-то в угол забилось ну в общем как то вот так снимки сделали часть анализов мы тут делаем по месту но большинство мы отправляем почтой в общем так как в моем городе в моем регионе анализы и птицы это вообще понятие несовместимые вообще никаких клиниках не вид клиниках не в лабораториях здесь это к сожалению не развита надеюсь что со временем как-то это немножко продвинется в этом плане ветмедицина потому что ну вот хочется помочь хочется сделать все по максимуму а в итоге ты не можешь это сделать потому что то не делает тут это не делают здесь и так далее а это не знают что такое что вы от них хотите в общем не все так просто но мы стараемся найти выход из любого положения да вот а по поводу что разных специалистов рекомендованных не рекомендованных в общем как оказалось найти хорошего не так просто несмотря что список сейчас уже в районе 15 наверное фамилий которые рекомендуют вот от 1 мы отказались второму хотели но тоже трэш вышел из серии мы заплатили за консультацию она мне ответа не привета не здрасте уже птицы нет я имею ввиду тоши а так тот человек и не ответил и весьма рекомендованный специалист вот поэтому мы к третьему ну третья нам девушка очень нравится в общем как-то об этом расскажу подробнее вот пока вот так кстати птицы немного линяют пока их раскладывали на рентген с них начали сыпаться перьям боже я думала что это можно будет подушку собрать кстати у нас рентгены делают без наркоза я видела что в некоторых клиниках и других городов и некоторых даже стран птицам дают некоторый наркоз чтобы их разложить и они не дергались у нас такого не делают поэтому птица раскладываются в сознании вот тоже не очень просто нужно держать в три руки и голова и туловище чтобы птица и не дернулась и ничего не сломать ей мимоходом так как сломать какие-то косточки у них это просто на раз-два они очень хрупкие поэтому все нужно делать вроде как аккуратно но быстро аккуратно но в то же время и держать чтобы птица не дергалась не трепыхалась ну в общем это был такой еще квест оказывается воробьям делать намного проще снимок нежели вот этим попугаем побольше так что вот такие вот некоторые новости сидим ждем кушаем чумизу немного нервничаем стрессу им потому что мы давно не ездили до на транспорте но я думаю что цель оправдывает средства поэтому стресс пройдет вот ну а лечиться случаем чего нужно посмотрим что нам скажет этот врач может быть тот врач тоже нам что-то не досмотрел не досказал или не увидел виду я не знаю своей недостаточной компетенции или потому что не разбирается конкретно в рентгенах я не знаю в чем причина я не беру судить так как знаете как судить ветврача или там доктора может другой доктор который может поговорить с ним на уровне я просто могу вот порассуждать кардинально разные подходы кардинально разные отношения разных рекомендованных специалистов вот поэтому кто-то об одном доктора год какой классный мы только у него кто-то говорит нет он нам не подходит но у другого все настолько индивидуально вот поэтому случается к сожалению и такое потому что найти доктора тем более который проконсультирует онлайн который еще и срочно вас проконсультирует онлайн это очень непросто так как я в прошлый когда вот искала последний раз половине из тех людей которые я написала просто написали что сейчас мы на онлайн не берем если вопрос не срочно напишите через недельку а то и дней десять когда устанет ну как пациентов онлайн немного меньше вот часть людей вообще не ответила на то что я писала часть ответила но потом все заглохло ну то есть на самом деле не все так мне казалось быстро как мне хотелось вот что я сейчас напишу мне тут же помогут так что даже со списком рекомендованных специалистов у вас может быть некоторая заминка в особенности в срочных вопросах ну я могу сказать что такое возникло скорее всего что мы искали нового если бы мы обратились старому как который нас вел и лечил и так далее то скорее всего на наши бы вопросы какие-то ответили но я решила что это уже бесполезно так как я уже не доверяю этому специалистам небольшие сомнения насчет того что он говорил ранее поэтому ну вот как то так сейчас будем заниматься здоровьем птичек выяснять вот потом рассмотрим варианты для пони товарища тут есть девочка волонтер в этом же городе у нее по моему были так найденные птицы воробьят которые к сожалению не выпускные по состоянию здоровья в плане того что я не помню что там либо с перьями проблема либо птицы на ножки не стало ну то есть какие то есть проблемы но в начале разберемся со здоровьем вот этих вот троих моих птиц которые осталось 3 а потом уже будем думать что-то по поводу друга и товарища но это уже такой будет вопрос немного погодя решаться вначале нужно понять что с птицами действительно ли они здоровы и либо у них есть проблемы то что у пони есть проблема это уже явно и понятно сказали а вот с этими будем смотреть что послушали такой вот монолог всем пока увидимся скоро